Продолжение следует... 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 200 200 долларов Деньги Нет, сначала куртку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Куда этот мальчишка опять собрался? Оставь его в покое Как тебе эти пинеточки? Слабо Эй, здесь тебе не скамейка Ты хоть понимаешь, на чем сидишь? Извините Конечно, это очень хрупкая вещь Извините Просто не понимаю, о чем ты думаешь? Эй Он что-нибудь испортил? Нет, ничего У негров культуру приходится вколачивать силы, иначе они ничего не понимают А вы пристрелите его Что? Пассажиры, вылетающие рейсом немецких авиалиний, номер 7242 на Франкутт, пожалуйста, подойдите к стойке регистрации К сожалению, на этот рейс было продано слишком много билетов, и мест больше нет Мы постараемся найти другой рейс для оставшихся пассажиров как можно скорее У них, наверное, барахлит компьютер Все равно в Германии плохая погода Скажу за кофе Скажи ей, что нарочно опоздал на самолет Ей понравится Вашему Буэнгу необходим техосмотр Но сегодня мы не сможем это сделать Следующий вылет только через неделю До понедельника Пока, до понедельника Здравствуй, Крис У тебя найдется время на кофе? У меня выходные Я думал, у тебя никогда не бывает выходных Немецкие авиалинии продали слишком много билетов на Франкфурт У нас появился шанс заключить с ними сделку Из персонала уже почти никого не осталось Задержите тех, кто еще не ушел Мы сделаем немецкие поверения, предложение от которого они не смогут отказаться Наш бунт не прошел техосмотр Почему? Его начнут завтра Придется рискнуть, иначе мы обанкротимся И тогда придется его продавать Мне нужна ваша помощь У меня есть самолет на Каир Чартерный рейс Там я должен встретиться с представителями немецких авиалиний Второй пилот ушел несколько часов назад И уже успел набиться А если я найду вам второго пилота? Будешь в Германии, приходи в гости Приду Тогда у нас будет время не только для кофе Я покажу тебе свою школу дельта-планиризма Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Где найти пилота с Чартерного рейса? Что ты здесь делаешь? Хотел повидаться с тобой Ты что, прилетел? Приплыл Приплыл В смысле, приплыл на корабле Крис Фройлен Нойдорф День рождения? У вас день рождения? Да Послезавтра Вы можете полететь с вашей девушкой Я сделаю вам бесплатный билет Он боится летать Давайте сделаем так Я выпишу и оставлю билет на ваше имя А вы пока подумайте Ну, что скажете? Редактор банк «Б Внимание, все пассажиры, имеющие билет на рейс немецких авиалиний номер 7242 на Франкфурт, пройдите к 19-му выходу. Вам предоставлены места на другом рейсе. Посадка начнется через несколько минут. Здравствуйте, я Кони Ноидов. Здравствуйте. Значит, летим вместе? Это вас Вандерберг прислал в качестве второго пилота? Да. Вы что, издеваетесь? Сколько вам лет? 29. Через два дня. Можно сесть или лучше постоять? Вы давно летаете? Я училась на Боинге и на Аэробусе. На всех тренажерах. Я приехала в Африку полгода назад. Зачем? Потому что в Германии максимум, на что я могу рассчитывать, это самолет типа Лир. Ничего более крупного, по крайней мере лет до 50. А здесь вы на чем летаете? Пока что в основном на небольших самолетах. По маршруту Кейп-Таун-Йоханнесбург. Сколько у вас летных часов на Боинге? Настоящих летных часов? Ни одного. Вы что, шутите? Многие забывают, что тоже когда-то были новичками. Что вы имеете в виду? Просто в карьере каждого человека бывает момент, когда кто-то готов дать ему шанс. Когда вы в последний раз тренировались? В августе. Взлет, посадка, раскерметизация, поломка двигателей. Вся программа. Я знаю этот самолет, как свои пять пальцев. Хорошо. Садитесь, у нас много работы. Значит, это та самая девочка? Да, она понимает несколько слов, но говорит в основном на родном языке. Во Франкфурте ее встретят. Вот ее вещи. Ее родители погибли во время войны. Значит, полетишь с нами, да? До свидания, Линди. Пока. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, добро пожаловать. Посадка закончена. Не смотри на него. Ничего себе, браслетик. Чтобы не сбежал. Билли, сядь сейчас же. Успокойся. Этот идиот начинает действовать мне на нервы. Расслабься. Здравствуйте, добро пожаловать. Я могу вам помочь? Нет, спасибо. Посадка окончена. Я получил все. Спасибо, сделайте глубокий вдох, вдохните поглубже, это поможет. Нервничайте. Включить второй двигатель. Включить второй двигатель. 49-38 просят разрешение на взлет. Даю разрешение на взлет. Приготовиться к взлету. В-2, запускаю. В-2, запускаю. В-2, запускаю. Сделайте глубокий вдох, почувствуйте каждую клеточку своего тела. Я сам через все это прошел. Кстати, меня зовут Шлиффен. Рудегер Шлиффен. Я даже семинар посещал на эту тему в Гейдельберге. Вы себе не представляете, сколько людей страдают от страха полетов. Все дело в том, чтобы сосредоточиться и избавиться от напряжения. Я сосредоточился на том, что быстрая и безболезненная смерть лучше, чем медленная. Пожалуйста. 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 Сколько раз я это уже видел. Но меня этот вид всегда завораживает. Сейчас получше стало. Да. Взлёт и посадка всегда хуже всего. Вы летите по делу или просто так? Моя девушка, второй пилот этого самолёта. Ничего себе. Вы летать боитесь? Чем вы занимаетесь? Коммуникациями. Это плохо сочетается с пилотами. Я сам оптика, а моя бывшая жена была дизайнером. Мы не подходили друг к другу. Нравится? Я не понимаю. Понятно. Он сказал, что любит летать. Здесь своего папу. Проложите новый курс. Новый маршрут. Зачем? Потому что мы срежем вот здесь. Полетим через Судан? Он всё ещё считается военной зоной. Да, да. Настоящий дикий запад. Зато сэкономим горючее. А воздушный контроль? Его там практически нет. Они нас даже не заметят. Успокойтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы звонили? Вы не могли бы принести мне бутылочку виски? Подождите пару минут, пожалуйста. Я как раз собиралась предложить напитки. Конечно, хорошо. Странно. Мы летим над пустыней. Дамы и господа, мы вошли в зону легкой турбулентности. Для вашей безопасности мы просим вас вернуться на свои места и пристегнуть рюмни. Спасибо. В чем дело? Какие-то неполадки с двигателем. Это говорит ваша фобия. Успокойтесь. Ваше подсознание создает почти реальные образы ваших страхов. У нас был на семинаре человек, который своими ушами слышал, как трещинки расползаются по фюзеляжу. Знаете, как он справился с этим страхом? Он стал брать в полеты стетоскоп. Что такое? Госпожа Нойдорф, один из пассажиров утверждает, что знаком с вами. Что-то случилось с двигателем? Что ты здесь делаешь? Мы попали в зону турбулентности. Еди на место. Он же горит. Я видел справа. Мой друг очень боится летать, отличается богатым воображением. Не надо. Я даже не знала, что ты в самолете. Кони. Пожалуйста, вернись на место. Наши датчики не выявили никаких неполадок. Все в порядке, Крис. Пожалуйста, пройдемте на свое место. Что они сказали? Что я спятил? Смотрите. Заглушить первый двигатель. Что? Черт, выключите двигатель. Огнетушитель. Огнетушитель не работает. Говорит рейс 4938 в Каир. У нас горит двигатель. Помогите. Что случилось? Поврежден двигатель. Надо искать ближайший аэропорт. Ищите. Что происходит? То, что должно было произойти рано или поздно. Вот что значит экономить на техобслуживании. Это серьезно? Возвращайтесь на место. Черт возьми. Быстрее. О, Господи. Дамы и господа. Как вы уже поняли, у нас возникла техническая проблема в связи с неполадками двигателя. Однако нет повода для беспокойства. Наш самолет может продолжать полет с одним двигателем. Тем не менее, ради вашей безопасности, мы поворачиваем к ближайшему аэропорту и скоро совершим аварийную посадку. Пожалуйста, уберите столики, приведите кресло в вертикальное положение и пристегните ремни. Харту, полчаса лету. Найдите шоссе, дорогу, что угодно. Здесь, посреди пустыни. Он уже до заброшенной полосы. Наверное, использовался во время войны. Десять миль. Годится. Аварийная посадка. О, Боже. Извините. Посмотри. Это моя счастливая монетка. Если прилипнет, значит, все будет хорошо. Эта монетка со мной и не в таких передрягах бывала. Спасибо. Дамы и господа, через несколько минут мы совершим аварийную посадку. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Капитан держит все под контролем. Наклонитесь вперед, прикните голову к коленям. И сожмите руки вокруг своих колен. Далеко еще? Пять миль. Пять миль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты делаешь? Девочка. Она все еще в туалете. Эй, ты здесь? Выходи сейчас же. Вот она. Осталось 50 секунд. Надо сбросить топливо. Клапаны открыты. Давай, малышка, открой дверь. Шасси. Шасси выпущены. Теперь закрылки. Мы не можем оставить их открытыми. Ерунда. Мы будем падать слишком быстро. Обез них мы не сможем затормозить на короткой полосе. Открывайте. Открыты. Триста метров. Двести метров. Слишком быстро. Сто метров. Девяносто. Восемьдесят. Семьдесят. Шестьдесят. Пятьдесят. Сорок. Сорок. Шасси не выдержит. Держись. Поворачивайте. Вправо. Не получается. О, Господи. КОНЕЦ! А-а-а! 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 А-а! А-а! А-а-а! 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 А-а! А-а-а! 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 А-а! А-а-а! 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 А-а! А-а-а! Что там у тебя? Это бывает. Когда человек вреется, он может порезаться. КОНЕЦ Готово. Минуточку. У меня вопрос. Это ваше, да? В чем дело? Насколько я понимаю, вы здесь единственная левша. А на полотенце ваши инициалы. Дж. Ф. Джонатан Фолкнер. Крис, что ты хочешь сказать? Угод простого пореза слишком много крови. Если ты хочешь перерезать человеку горло, тихо ночью, как это делается? В армии нас учили так. Давай, покажи. Крис, хватит. Он это заслужил. Из-за него погибла моя жена и многие пассажиры самолета. Око за око, зуб за зуб. Мерзавец! Буги! Дайте бинты. Скорее. Пахнет жареной курицы. Да не волнуйтесь вы. Завтра я буду на ногах, смогу полететь. Господи, как я мог быть таким неосторожным? Я хотела сказать тебе, что мне очень жаль. Не знаю, стоит ли тебе рассказывать. У меня с Буги ничего не было. Я не могла. Я не могла забыть тебя. Моро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я полечу. Что? У меня получится? Так, что я должен делать? Держись за дельтаплан и пытайся поймать ветер. А как мне подниматься и снижаться? Не важно. Это дело техники. Я тебе покажу. Что значит не важно? Тогда что же важно? Завтра тебе предстоит лететь. Что ты чувствуешь? Мне жутко страшно. Отлично. Почему отлично? Используй свой страх. Пусть он станет твоим помощником. Больше там никого нет. Только ты и твой страх. Он у тебя внутри. Он часть тебя. Подружись с ним. Твой страх спасет тебя. Он же твой парень. Останавливай его. Это же безумие. Не знаю. Раньше я никогда в него не верила. По-моему, пора поверить в него. Привет. Это тебе. Жаль, что я не кукольник. Тебе тоже удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Я сделал для тебя вчера. Надеюсь, он работает. Я завидую. Вот, хотел отдать тебе вчера, но струсил Я бы разозлился на себя, если бы не отдал тебе сегодня В другой раз я выберу более романтичное место Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Все в порядке? Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хорошо. А теперь дыши, как я тебя учил. Хорошо. Приготовились. Хорошо. Через пять шагов начинай толкать дельтаплан вперед. Так. Пошел. Хорошо. Давай. Толкай. Молодец. Давай, давай. Стой. О, нет. Ты не ранен? Все в порядке? Да. Да. Глупо, да? Ты очень смелый. Ты же мог шею сломать. Я про кольцо. Это самое красивое кольцо в мире. Ты хочешь попробовать еще раз? Ты сможешь, Крис. Ты сможешь, Крис. Я понял, где мы ошиблись. Надо дольше ехать на первой скорости. Давайте. Ладно. Начинаем. Ты в порядке? Да. Давай. Спокойно. Спокойно. Вот так. Молодец. Быстрее. 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 Здорова. Приходится. Хорошо. Молодец. Теперь ты контролируешь эту птичку. Ну как? Страх при тебе? Конечно. Хорошо. Ну как? Как ощущения? Ощущения отвратительные. Мне холодно. Прислушайся к себе. Пойми, где твой страх. И хватай его. Черт. Он у меня в животе. Хорошо. Это то, что тебе нужно. Черт. Почти получилось. Откройся ему. Отдай себя на воль ветра. Что будешь делать, если вернешься домой? Я должен был учиться в интернате, но сейчас я больше нужен отцу. Я увезу жена туда, где мне никогда в жизни не придется видеть самолеты. Я больше ушеду. Чтоșа? Я больше miten? Я больше уровня. Что ж у тебя? В от podr inconce diать? Ну, illuminated он не плativo. Я больше не догорела до меры. Ты лучше не discrete, потому что ли он не sprawит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знал, что он справится! Я знал, что он справится! Я знал, что он справится! Субтитры создавал DimaTorzok Сначала Крюгер Не бойся! Я знал, что он справится! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спроси ее! А что она ответила? Я не слышал! Я знал, что он справится! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok